Друзья, всем привет! Ряд вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Таня Горинович. Как вам мой яркий образ? Если что, он у меня есть в инстаграм. Если вы не подписаны на мой инстаграм, то, пожалуйста, подписывайтесь. Сегодня у нас болтательное видео, а точнее я вам расскажу про мастхевы этой весны. Точнее, те продукты, которые я считаю, что должны быть мастхевами этой весны. Почему? По соображениям связи, связанным с модой, то есть то, что у нас сейчас модно, какие акценты нужно делать. Ну и, соответственно, конечно же, просто поговорю о любимчиках своих. Так что выберите сейчас чаек, кофеек, присаживайтесь, и я сегодня буду с вами немножко шепелявить, потому что вчера мне поменяли капы, это мои третьи капы, и они оказались очень жесткими. То есть с каждым разом они все жестче и жестче, и когда их только-только меняют, у меня сразу ощущение, что будто бы, знаете, как супер-супер давит на зубы. В общем, я привыкаю некоторое время и немножко шепелявлю. Но ничего страшного, поехали. Значит, я буду начинать с тональных средств, и у меня тут есть и старенькие, и новенькие. В общем, поехали. Я считаю, что самым моим основным мастхэвом этого, этой весны, этого года будет вот такой вот корейский бренд Misha. Это BB, который идет с большим SPF 42. Я его очень люблю, и он сейчас, кстати, на мне. Он потрясающе лежит на коже, он красиво выглядит, он классно подсвечивает кожу. У него есть ощущение, что как будто бы вы такая вот ухоженная. То есть, обязательно важно, конечно же, каждый крем наносить на свой ежедневный уход. И сейчас важно использовать SPF. Но только с этим BB можно не использовать SPF, потому что здесь он 42. И обозначение PA 3+, говорит о том, что он нас спасает от... Это вечно прыгает солнце, и я балансирую свет. Он спасает от лучей типа А. Поэтому я его безумно люблю, рекомендую. Подходит для всех типов кожи. Если говорить о вообще BB и CC средствах, то сейчас я вам покажу два CC, которые прям вот тоже рекомендую. Один это бренд Estee Lauder. Вот такой CC крем. Он дает легкий загар. И он мне очень нравится. Он такой полупрозрачный, легкий. Он анти-эйдж. И он немножечко встраивается в кожу. Так же, как и CC от бренда Airborian. Этот, наверное, уже очень мой давний фаворит и любимчик. Он создает эффект такого свечения полупрозрачного. Он подстраивается так же под кожу. Он красиво выравнивает все мелкие... Они оба, в принципе, работают с выравниванием тона лица. Но единственный момент, да, что здесь как бы подороже, это подешевле. Например, тот, что поплотнее. Это такой вот CC Airborian. Он немножко растушевывается. Они оба белые, потому что CC все средства белые. И, видите, втушевываются в кожу. Тот, что пожиже, это у меня Estee Lauder. И он чуть-чуть потеплее у меня в оттенке. Поэтому он таким, кажется, тепловатым. Но в любом случае, как бы он... Они оба прозрачные по текстуре. И оба встраиваются в кожу. Естественно, нужно так выбрать оттенок свой. Дальше, если мы идем по легким средствам, то это будет вот такое вот средство BB от бренда L'Amel. Оно вообще совершенно бюджетное. И очень красиво лежит на коже. Светится натурально. Так выглядит. И совершенно, совершенно никак не перегружает кожу. Для девчонок, которые, вот, например, только-только начинают с макияжем. Не хотят большие денежки тратить. Очень-очень классная штука. Прям рекомендую. Ему аналог, ему же аналог. Это тональный крем от бренда Vivienne Sabon. Называется Shaka Shaka. Вот, он также красиво подсвечивает. Также натуральным таким блюр-эффектом идет. То есть, нет ощущения, что у вас как будто бы много на лице тона. Растушевывайте. И тоже подходит для девчонок, кто не хочет тратить большую денежку. Увлажняет, питает, светит. Единственное, только два этих BB крема не подойдут для девчонок с жирной кожей. Надо будет уплотнять или припудривать. Из полупрозрачных уже мною, как бы давно не показывала этот бренд от Rouge Bunny Rouge. Это Skin Perfector. Совершенно полупрозрачный, красивый, сияющий продукт. Единственный момент, только аккуратнее он немножечко стреляет. Вот, когда я его наношу на... Я прям стараюсь это делать аккуратно. И падает он всегда. Так, смотрите, вот он настолько вообще тонкий, совершенно незаметный. Но, девчонки, сразу скажу, супер сильно светит. Если вы не хотите прям блестящего лица, ну, приблизительно, как у меня сейчас на ней хайлайтеры, базы, все что угодно, то его вам точно не нужно. Такое же приблизительно по свечению от бренда Shiseido. Это Skin Glow. Вообще обожаю этот тональный крем. Я просто люблю, как он светит. Такое ощущение, как будто вы меня заблюрили в фейстюне. Вот, и я считаю, что это один из моих любимейших просто фаворитов. Много раз про него говорила и всегда рекомендую. Также не подойдет для жирной кожи вообще, девчонки. Есть еще тональный крем от бренда The Body Shop. Вот, он обалденно сияющий. Поплотнее, чем все остальные. То есть он прям вот настолько, попробую вам показать, он прям настолько-настолько, видите, плотный. И посмотрите, какое свечение он дает. Прям, мне кажется, самый-самый сияющий из всех. Хотя вот этот вот Skin Perfector светится сильнее. Приблизительно вместе с ним похож тот, что Shiseido. Оп-оп-оп. Вот, они оба совершенно ярко светятся. То есть они друг друга, как бы, можно сказать, аналоги. Только единственное, что Shiseido, он чуть-чуть прям, вот чуть-чуть полегче. А тот, что The Body Shop, он немного поплотнее. Обожаю совершенно вот два этих продукта. Кому нужно подешевле верить The Body Shop, кому не важна цена, можно брать Shiseido. Вот такая штучка от бренда Rouge Bunny Rouge. Это, на самом деле, как бы, считается у них бронзер кремовый. Но я люблю наносить его на тело, на ноги. А у нас весна уже начинается. И совсем скоро мы будем уже надевать какие-то открытые вещи. То есть можно прям себя бронзировать. На лицо мне, кстати, не нравится, а на тело нравится. Это номер 065. Выглядит вот так. Классная баночка, особенно летом. Если наносить на ноги, просто будет супер загар. Особенно, если вы не любите загорать. Дальше перейдем к сияющим штукам. И здесь у меня два классных хайлайтера. Точнее, две классные базы сияющие. Это бренд Airborean. Крем Glow розовый. Ну что же, солнце так сильно хочет сегодня меня подсветить. Когда я села, это было 9 утра, и не было солнца. А сейчас оно решило, что хочет выйти. Я ему безумно рада, но мой свет постоянно прыгает. Надеюсь, это вам не мешает. И второй это Estee Lauder The Illumination. Они оба одинаково розового такого пигмента. Оба одинаково светят немножко в розовый подтон. Итак, вот это Estee Lauder. Посмотрите, я его растушевываю. Он дает небольшое свечение, такое вот розовое. А это у нас Airborean. Он чуть-чуть сильнее розовит. Видите, Estee Lauder только побежевее, этот порозовее. Вот смотрите, Airborean мы можем, например, на кожу уже возрастную. То есть тогда будет эффект свежения розового свечения. А Estee Lauder можно, в принципе, абсолютно всем. И если вам хочется сильно сиять, наносите на все лицо под тон. Если хочется только частями, наносите на скулы, например, на лобик. Вот сюда тоже под тон. Следующим нашим этапом это будет пудра и бронзеры. И два моих фаворита. Это Laura Mercier, которую я для себя давно уже открыла, но все никак не могла долго ее распробовать. Это прозрачная пудра. Она вот по качеству как супер бархат. Я ее обожаю наносить немного под глаза и на Т-зону. Вот сейчас она у меня также есть, но, как вы видите, она не перегружает и создает эффект такого бархата. А бронзер я полюбила до безумия бренда Rouge Bunny Rouge. Он вот такого цвета натурального, он не темный, то есть он прям вот полуполупрозрачный, номер 067. И он как раз-таки тоже сейчас у меня и на скулах, и на лбу, и немножко здесь создает эффект такого загара. Классно подходит под мой образ и при этом не утяжеляет и не желтит. То есть вот этот кремовый бронзер, например, я никак особо не воспринимаю по сравнению с вот этим. Хотя я люблю кремовые текстуры, и у Rouge Bunny Rouge есть мой любимый скульптор. Просто я уже не стала его показывать, сто раз показывала. Дальше пошли к румянам. Румяна в этой весной это одна из самых просто важнейших штучек в нашем макияже. Это наше украшение. Покажу вам бренд MAC. Цвет вот такой. Кажется, что он немножечко не совсем весенний, но на деле розовый. Очень даже оттенок кубик. Очень красивое натуральное свечение. И тут у меня есть такие для вас штучки классные. Бренд Ock Beauty. Вот. Чик-чик. Это три тинта, которые можно наносить и на щечки, и на губы, и на глазки. И мне нравятся цвета. Вот этот, например, это какао. Этот у меня джипси. Это у меня сафари. Они такие все весенние. Очень даже. Я люблю их и на губы, и на щеки. Заказывала в M Beauty в Астрахани. На самом деле, как бы, можно их еще где-нибудь, наверное, поискать. Но вот там точно есть. Очень бюджетные по цене. Нужно чуть-чуть, чтобы растушевать сюда и сюда. И выглядят они прям супер классно, натурально. Держатся очень долго. Раз уж мы затронули тему губ, я прям так сегодня болтлива. Но я думаю, что вам все лучше кратенько, но нужно. Перехожу к губам. Тут пройдусь по карандашам для губ. И у меня здесь есть несколько вариантов, которые я считаю, что на весну самые классные. Это пупа в оттенке 002. Он очень красивый розовый, такой натуральный. Затем у меня стеллари. Это у меня тут, получается, нюд, кул нюд, 15-й. Очень тоже классного, холодного цвета. Круто будет смотреться, безумно круто. Обожаю мой любимый карандаш, который от бренда Ружбани Ружбани в оттенке 072. Его любят просто все мои клиенты, потому что он выглядит, ну, невероятно шикарно, как и я, когда меняется свет. И еще Pale Pink. Это бренд NYX. Вот. Девчонки, они все, в принципе, между собой схожи. Вот я с вами покажу. То есть розовые такие цвета. Холодно, красиво розовые, натуральные. Только вот, например, пуполь 002 самую максимально чуть-чуть в розовинку. Все остальные такие более холодные. И к ним сейчас покажу блески и помады. Значит, Estee Lauder оттенок номер 200. Очень красивый вот такой розовый тон. Он прям вот розовиночка, видите, какая классная. Обожаю его наносить пальчиком и вот так стушевывать. Всем девчонкам нравится на весну. Прям безумно классно выглядит. Конечно же, не обойдусь без этого блеска. Rouge Bani Rouge в оттенке 0,80. У него, ну, если вы не любите сильно что-то очень блестящее, то, конечно, вам он будет неприятен. Он липкий. Но если вы любите такой сочный оттенок розового, натурального цвета, губ объемный, это ваш цвет. Похожий на него у NYX вот такой вот малыш у меня, правда. Это у меня номер Creme Brûlée. Такой тоже натурально розовенький, красивый. Ну, вот знаете, этот чуть порозовее, этот чуть-чуть побежевее. Estee Lauder вот в таком оттенке. Безумно красивый. Также в моем инстаграме его показывала много раз. Номер 112. Вот он прям нежный, розовый, натуральный. На каждый день супер будет подходить. И еще один. Давай, извините, блеска. Один это у меня Stellarie в цвете 01 California Dream. Очень красивый, прям натуральный такой розовый подтон. Вот такая кисточка. Подойдет также всем девчонкам. Мне вот нравится, как он выглядит на губах. Хорошо держится. И у Бобби Браун есть оттенок, называется Bare Pink Sparkle. Вот такой малыш розовый. Это как бальзам, но в то же время чуть-чуть с розовым эффектом. Так как на губах у меня куча всего, я его уже наносить не буду. Перейдем к ресничкам. И, наверное, я вас не удивлю, если покажу эту тушь, которая называется Sky High от Maybelline. Она у меня сейчас на глазах. И действительно выглядит, конечно, классно. Объемные такие реснищи. Кажется, что как будто бы вот эффект накладных. Это у меня в два слоя. Кисточка достаточно прикольная, удобная. Она немного такая гибкая. Поэтому к ней надо привыкнуть. Ну и, конечно, если вы, например, любите какие-то свои туши классические для объема. Может быть, это у вас будет там Chanel, может быть, другая тушь от той же самой Maybelline или Pupa. Это ваш выбор. Просто мне эта тушь понравилась. Я вам решила ее порекомендовать, если вы не пробовали. Немножечко забегу в тени. Для меня сейчас три любимых варианта теней. Это на самом деле бренд Estee Lauder в оттенке. Сейчас скажу, называется Current Desire. И тут вот такие красивые фиолетовые, немножко розовые, бежевые, персиковые. Очень классные цвета. Не знаю, почему в этом году меня потянуло больше на серое, холодное, кофейное. То есть там есть и фиолетовый, и какой-то серо-кофейный. Именно поэтому я также люблю их сочетать с Charlotte Tilbury. Это у меня называется The Uptown Girl. Вот такая вот палетка. И очень много вариантов мейка. Я показывала с ней и здесь на YouTube. И показывала в Instagram. Вот она действительно крутая. По цветам вот подходит абсолютно всем, как и предыдущая. Если вы, девчонки, больше к кофейным оттенкам, то у меня есть бренд N Beauty. Называется For Him. Безумно красивые шоколадные оттенки. Тоже совершенно недавно делала ролик в своем Instagram, как выглядит эта палетка на глазах. Они все достойные, все классные, все, знаете, такие палетки, которые на каждый день можно использовать. С ними и легкий можно мейк сделать, и вечерний можно мейк сделать, и создать эффект такого смоки. Ну, то есть, совершенно вот они подходящие абсолютно практически всем, кроме, наверное, вот таким девчонкам, у кого золотые волосы, теплая-теплая кожа. Или, например, с рыжеволосым девчонкам такие не подойдут, потому что для рыжеволосых надо чуть-чуть потеплее. Покажу вам еще один хайлайтер. Я думаю, что вас также не удивится, если вы смотрите в моем Instagram, сколько раз я там крашусь миллиарды разов. Бренд N Beauty и вот такой прям супер-супер блестящий хайлайтер. Называется 001 Gold. Он безумно красиво смотрится на теле. Вот я его нанесу на шею, потому что у меня уже все лицо просто во всем блестит. Я его обожаю наносить на открытые части тела и кажется, как будто бы у меня просто эффект мокрого блика. То есть, он с виду кажется очень сильно сияющим, а на теле, если наносить или пальчиком, или, например, кистью пушистой, будет эффект супер-мокрого блика. Вот, девчонки, я, мне кажется, вам показала просто все, что считаю нужным в этой весной для себя просто приобрести. Все сразу, конечно, не надо, но, тем не менее, точно вам могу сказать, что первое, да, подобрать себе какой-нибудь легкий сияющий тон на каждый день. Если вы скомбинированной или жирной кожей, возьмите себе эту пудру от L'Ore Mercier. Она будет вам припудривать и мотировать лицо, но при этом создавать эффекты такого нагруженного. То есть, она будет создавать такой блюр и все будет дальше сиять. Возьмите себе бронзер, чтобы немножко подзагореть уже клетон лицом хотя бы. Возьмите себе какой-нибудь классный тинт от Oak Beauty, чтобы все это было и на губах, и на щеках, и на глазах. Не пожалейте себе взять красивый классный карандаш розовый с сочным каким-нибудь блеском для губ, потому что у нас весна, нам нужна сияющая кожа, румяшки, бронзер, нам нужны розовые губки. И, конечно же, в этом месяце, в этом, точнее, году, очень актуальны большие пышные ресницы. Берите тушь и красть ее в 2-3 слоя, пышнее, 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 и тогда у вас получится супер-мега макияж. Из того, что я вам показала, вполне легко можно себе что-нибудь выбрать и по денежке, и по бюджету, потому что у меня здесь смешанная и бюджетная косметика, и более люксовая, дорогая косметика. Так что я уверена, что вы для себя что-нибудь выберете. Девчонки, подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм, я уверена, что вам было очень интересно и полезно. Пишите свои комментарии, что понравилось вам и какие у вас бюджетные новинки, какие у вас фавориты на весну. До новых встреч! Пока-пока!